Выбрать арбуз – искусство. Конец лета сложно представить без этого любимого многими лакомства. В Мурманске начинают появляться многочисленные бахчевые развалы. Но как среди сотен плодов найти нужный, самый сочный и сладкий? Мария Рябинкова попыталась ответить на этот мучительный вопрос. Яркие, красные, сочные. Конечно же, речь идет об арбузах, без которых так сложно представить август. Мы узнали, где в Мурманске можно купить арбуз, а самое главное, как выбрать тот самый. У нашей съемочной группы целое приключение. Мы заглянули на несколько бахчевых развалов, расположенных в Мурманске, и попытались ответить на вопрос, как выбрать самый вкусный арбуз. Вот постучите по этому. Видите, он изнутри звук идет. Этот арбуз будет не очень. Например, в этой точке торгуют арбузами из Кубани. Около недели назад завезли первую фуру. Для продаж нужно иметь свою лицензию. Этот вопрос у ребят под контролем. Здесь они продают арбузы уже четвертый год. Да, у нас все сертификаты, то есть все заверки качества у нас всегда присутствуют на точке. Может любой человек подойти, попросить показать, убедиться в том, что арбуз действительно с Кубани, с какого поля он собран, сколько в нем сахара и так далее. Там все критерии пройдены. Аромат, цвет, звук и кожура. Для многих именно эти критерии остаются важными при выборе плодов. Расскажите нам, пожалуйста, как выбрать вкусный арбуз. Сейчас я вам покажу. Считается, что арбузы девочки слаще мальчиков. Также внимание уделяют хвостику. Если он сухой, значит арбуз будет сахарным. Желтое пятно обычно хороший показатель. Это говорит о том, что арбуз долго лежал на одном месте и его не перекладывали. Самый главный критерий для меня – это звук. Если звук звонкий, когда он звенит, как будто барабаном стал, как будто корочка поднатянулась, значит арбуз набрал максимальную спелость. Ну что, настало время снять пробу и оценить наш выбор. Выглядит уже очень вкусно. Меня смущают немножко зеленоватые семечки. Но в целом он должен быть очень вкусным. Спасибо. А сейчас мы вас точно удивим. Мы выяснили, что оказывается арбуз не является ягодой. Как привыкли думать многие из нас. И у этого есть свое объяснение. Но если задаться глубже, как сейчас выращивают арбуз, то на самом деле можно сказать, что это и тыква вовсе. Потому что берется семя, оно засаживается в теплице в равном количестве с семенами тыквы. Потом берется корешок тыквы, который вырастает, и вершок арбуза. И получается арбуз подбивается на корень тыквы, чтобы он был более устойчив к вредителям, ко всяким болезням и так далее. Набрал большую сладкость, потому что тыквенные корни, они больше в раза два, два с половиной, чем арбузные. И также фермера несут меньшие потери, когда растет арбуз на тыквенных корешках. Сами мурманчане арбузы выбирают по-разному. Кто-то так же стучит, кто-то обращает внимание на хвостик. На глаз. Только на глаз. Вот понравился мне этот арбуз, я его и выбрал. Вы просто так увлечены это делаете, супер профессионально. Да, да нет. Просто смотрите. Это вам показалось. Но может быть вы там его как-то щелкаете или тоже на хвостик смотрите? Да нет. На хвостик больше. Вот хвостик сухой оторвался. Солнышко побрило его немножечко. Или лежал, наверное, здесь, скорее всего. Взял его, постучал. Звенит, значит, все хорошо. Сжал. Потрескивает, все хорошо. Значит, не вялый. Ну, значит, спелый. А вот на другой точке продают арбузы, выращенные в Дагестане. Говорят, от покупателей нет отбоя. Арбузики каждый день приходят. Каждый день утром я получаю товар. И всегда свеженький. И разбирается за селый день. Каждый день почти 100-200 килограмм. Чувствуется, что северяне по арбузам соскучились. А в такую теплую погоду, как сегодня, на них еще больше спрос. Дагестанские еды, они очень даже хорошие. Сахарные. Спасибо. Понравилось? Вот такие сахарные. Сейчас идут хорошие. Но жаркие Дагестан и Кубань не единственные регионы, откуда везут бахчевые. Из Узбекистана. Очень вкусные, сладкие. Хорошие арбузы. Берут хорошо. День вообще-то продаем 10-15 штук арбузов. Многие думают, что брать арбузы лучше во второй половине августа. Но, по словам продавцов, это миф. Сейчас они тоже вкусные и сладкие. Люди не доверяют. Средина августа. Считают, что средина августа – самый раз. А сейчас немножко боятся, брат. Пройдет немножко, средина августа. Будет хорошо, брат. До октября арбузы будут хорошо. Ну что, надеемся, такое вот исследование вдохновило вас отправиться прямиком за свеженьким арбузом. Мария Рябинкова, Виталий Артемьев, Артик ТВ. Мария Рябинкова, Виталий Артемьев. Мария Рябинкова, Виталий Артемьев.